Приветствую вас, я думаю, что основное, что вам желательно сделать, это посмотреть, знаете ли, правде в глаза и постараться увидеть мир реальным. Такой, как он есть, а не таким, каким вам хочется, чтобы он был. Понимаете, вот я когда ваш текст читал, у меня возникло ощущение, что вы потеряли себя, не видите себя и видеть не хотите. Ну, это не принесет вам ничего хорошего, абсолютно. Это уже не приносит ничего хорошего и в дальнейшем не будет приносить и подавно и все равно. Знаете, какая штука. Вот, поэтому первое, что вам хочется сказать, это то, что преодолевать себя и перещагивать через свои страхи, через нерешительность не стоит. Наоборот, принять их, увидеть себя в них, увидеть то, какая вы, что вы из себя представляете. Это важная основная задача. Давайте, поисследуем, поисследуем ваш текст. Вы пишете, не везет с работой, проблемы с устройством, мне нужен волшебный пинок. Ну, то есть, по сути, хотите приложить ответственность за решение своих вопросов на нас. По факту. По факту. По факту. По факту. Получается, по факту, именно такая история. Ну, я не думаю, не думаю, не думаю, честно говоря, не думаю, что это вот та позиция, которая вам сколько-нибудь поможет. Потому что, ну вот волшебный пинок, да, волшебный пинок. А что дальше? То есть, ну, вам потребуется еще один волшебный пинок. Потом еще один волшебный пинок. И так постоянно. Поэтому, честно говоря, вот, не хочется, чтобы вы, знаете, вот, постоянно в этих пинках, волшебных нуждались. Хочется, чтобы все-таки вы на себя больше полагались, на себя больше опирались. А для этого, для того, чтобы это стало возможным, нужно разобраться с тем, что вы чувствуете, что вы хотите, чем вы вообще хотите заниматься, что вам вообще нравится и так далее. Вы пишите, меня беспокоит вопрос безработицы в моей жизни и у меня сложности и проблемы с устройством. Помогите мне, пожалуйста, разобраться в моей проблеме. Разобраться в вашей проблеме, конечно, поможет. Только не в формате текста это делать нужно, а в формате бесцветы. Это первое. Второе. Вопрос безработицы связан с тем, что вам работать, по вашему мнению, надо. Вы не хотите, но надо. А это означает постоянно трата ресурсов. Именно поэтому, собственно, у вас нет сил. Вы не хотите работать, но надо. У вас нет желания этого делать, но надо. Вы постоянно действуете потому, что надо, а не потому, что вам этого хочется. Именно поэтому ваши ресурсы, именно поэтому вашей энергии, ее мало. Она постоянно тратится. Она постоянно расходуется. Дальше. Первая проблема. Я знаю, что мне надо работать, я не хочу работать. Для меня работа взяла, как угроза моей безопасности. Личные границы, Галя. Личные границы, это то, с чем нужно работать. Личные границы, это правила. Определенные правила, которые вы устанавливаете. Как с вами можно, как с вами нельзя. Именно это определяет безопасность. Личные границы. Значит, тут, как бы, есть несколько, направлений. В частности, первое направление можно почитать. Книгу Таусенда. Барьеры. Это христианский психолог. Если вы не верите в человек, опускайте все вещи, связанные с религией там. Но Таусенда. Барьеры. Книга к обязательному прочтению. Если мы говорим про границы. Личные границы. И безопасность. Дальше. Вы говорите, мне надо работать, я не хочу работать. Потому что нет глобальной цели. Вы видите в работе своей все, что угодно, кроме деятельности, которая несет вам что-то позитивное. Кроме деятельности, которая позволяет вам раскрыть себя. Вы видите в работе что угодно, кроме реализации своей. Вы видите в работе что угодно, кроме воплощения своих ценностей. Воплощения, по сути, самой себя. Ну, нет ничего удивительного в том, что вы не хотите работать. Да, никто бы не хотел работать в таком вот месте, когда, по сути, ну вот, как каторгой никакой вообще ценности, да, не предполагается. Почему вы должны хотеть? Человек ведь не робот, чтобы хотеть работать просто ради работы. Вы вот не написали свой возраст, но это бы здесь было полезно. Вообще, я заранее боюсь непривычные обстановки, собеседование ненавижу, боюсь, что даже заранее я не справлюсь. Ну, здесь все неуверенность в себе, низкая самооценка. Вот, значит, но основной момент это такой, что вы не понимаете, зачем это все нужно. Я вышла свободное плавание. Мне нравится эта свобода. Ложиться спать, знаешь, куда не надо вставать в здании, за что не отвечать, никакого стресса по работе. Но теперь стресс, что нет работы. Моя основная проблема, что работаешь жизнь никогда, а не работаешь жизнь не на что. Все то же самое. Вы не имеете своего дела, вы не представляете, какова ваша глобальная цель, миссия, предназначение, если угодно. Я дома репетирую, в панике читаю книги по профессии, в итоге запугиваю себя и не могу дойти до собеседования. Здесь повышается мотивация. До деструктивного уровня. То есть работа становится слишком важней. И работа становится здесь целью. Не средством, как она должна быть, а целью. По профессии я бухгалтер, работала в казенном учреждении, то есть бюджет. Туда брали мне опытных, было трудно очень. Все неудачи со стороны критики отбили меня с толку, лишили мотивации. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Нет. Критика бывает везде. И я не думаю, что критика лишила вас мотивации. На самом деле. Если бы у вас она была. Если критика лишила вас мотивации. Как вы говорите. То отношение тут только одно. Ставьте. Вначале это только то, что вы и не хотели работать там, где работали. Но это вам просто было не нужно. Так. Я человек замкнут. У меня было много разных проблем. Мне всем не дается тяжело. Ну что с замкнутностью тоже можно и нужно работать. Можно вас раскрыть. Насколько это возможно. Коллектив меня игнорировал. А должно было быть по-другому. Никто не хотел подсказывать. А должно было быть по-другому. Опять же. То есть у вас вот здесь какие-то знаете прямо. Ожидания от коллектива. Никто не хотел связываться. Там девочка большая. Кто-то выделит. Кто-то нет. Опять же как будто обвинение. Были проверки постоянные. Я чуть на штраф не натянулся. Но избежал. В итоге потом сначала начальник сменился. Если начальник хотел уже своего привести человека. Чтобы с чистого лица начать. Я сама хотел уйти из-под мосты. Жечь. Нервы расщатаны. Невроз. Хотел энергию накопить. Ну во-первых. Невроз это заболевание. И если у вас невроз. Его нужно диагностировать и лечить. Так. Если расщатаны нервы. То опять же нужно разбираться. Что вы вкладываете в это понятие и корректировать. Хотел энергию накопить. А на что энергия расходовалась? Я пожалела. Свои остатки нервов. Я уволилась. У меня было много времени подумать что и как. О чем. Я думал время дать решение. Ключ к решению нервов. Время это просто время. Решение дает какая-то деятельность. Решение дает какая-то работа. Вы никакую работу не проводили. А в итоге только хуже. Время идет все так же. Энергия больше не становится. Потому что она продолжает тратиться на то что вам надо. А только хуже и хуже. Я зависую от родственников. Они там наругают что я нахлебница. Ну тут коррекция отношения с родственниками нужна. Потому что они все могут работать. И вы вполне можете быть полезны не обязательно работая. Я их понимаю но мне легче это не становится. Ну собственно опять же здесь я так полагаю чувство вины. От которого тоже вам нужно помочь освободиться. Следующая проблема это собеседование. Я боюсь потому что еще бух учет. Без бух учет участки это разные. Материалы, касса, зарплата. А также эмоции в основном в бюджете. А локации в нашем регионе больше всяких ИПО. Где один бухгалтер все участки ведет. Я на себе церковь не могу сказать что я все знаю. Надо сказать как есть. Как вы будете преподнести так что я не все знаю. Ну так преподносить. Сама себя не вверх. Вот сначала нужно в себя поверить. А это уже касается не того что надо. А того что вы хотите. И дальше все будет все проще. Возможно бухгалтер это вообще не важно. У меня мало опыта работы в 1С. Мне надо 1С. Но я уже в курсе прошла работу в не 1С. Но это звучит как просто знаете. То что вы идете на поводу у условий которые сами себе придумали. За одними условиями всегда появятся другие. И я не знаю как подступиться. У меня вопрос. Как прищагнуть через свою нерешительность. Принять ее неуверенность. Принять ее страх. Принять. Все это нужно принять. И раз все это часть вас. Победить волнение. Снизить сверх мотивацию. Пойти в неизвестность. Полагаться на свои чувства. На то что вам нравится или не нравится. А не на то что надо. Должно быть и так далее. И почувствовать силу. Что я могу преодолеть незнакомую обстановку и трудности. Если вы будете знать ради чего это все. Пока у вас нет этого понятия. Ради чего это все. Пока вы не понимаете ради чего все это делается. Нет. Какого-то более глобальной цели. Которая стояла бы выше людей. И выше работы. Как развеется мнение работодателя. Насчет большого пробела в трудовой. Никак. Никак не развеется мнение. Это развеется только ваше поведение. Ваше искреннее. Чистое. Искреннее. Свободное. Конкурентное поведение. Пока этого нет. Работодатель всегда будет сомневаться. Как сменить отношение к работе. Ну мы не понимаем какое у вас отношение к работе сейчас. И какое вы хотите. То есть я не очень понимаю какое у вас отношение к работе сейчас. То есть. Что на что вы хотите поменять? Сильно из дома выйти нет. Ну непонятно на что тратится ваша энергия. В коллективе дедовщина была. Бухгалтером не хочу работать. Отращение. Экономистам не хотят брать. Потому что опыта нет экономистам. Работа мне нужна. У меня все денежные запасы их заказывают. Но я полагаю что работать кем угодно вы можете. Это не проблема. А вот что касается чего-то более такого. 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 Глубокого. Это уже непосредственно нужно заниматься психотерапией. А вы пишите. Пишите. В коллективе дедовщина была. Бухгалтером не хочу работать с обращением. Обращение. Обращение. Про обращение вы говорите опять же в контексте дедовщины. То есть вы связываете вот дедовщину и обращение. В таком случае с этим тоже нужна работа. Вполне возможно что вы оказались травмированы вот этой самой дедовщиной. И вот такое бывает. Это нормально. Вот. Ну это все можно подкорректировать. Пока то вы просто не верите в себя. Ну вот. Такая вот история. То есть волшебного рецепта Галя здесь нет и быть не может. Вам нужно увидеть себя, почувствовать себя, раскрыть себя. Тогда ситуация будет гораздо более лучше. Вот. Пока то на мой взгляд умыслить очень шаблонно. И не прислушивайтесь к себе. На этом все. Я надеюсь что помог вам. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь что ситуация разрешится.